всем привет сегодня у нас toyota tercel 98 года выпуска вот притащили ее на веревке не заводится то есть когда ее притащили один раз попробовали завела второй раз не завелась ну и в итоге перестала заводиться совсем но человек притащил потому что тоже не мог завести у меня пало подозрение на датчик каленвала ну во первых потому что владелец его сам менял а во вторых тут сделав некоторые проверки убедившись что катушка зажигания целая убедившись что цепи все целые коллег датчик каленвала вроде бы тоже как целый его меняли на бушный контрактный то есть но насколько он целый импульс идет с него но есть подозрение что между самим датчиком каленвала и зубчатым венцом которые на каленвалу увеличенный зазор потому что старый датчик каленвала был немножко подточен чтобы глубже садился и вот сейчас хочу что показать хочу показать как нужно подобраться можно подобраться к датчику каленвала ну я решил что снять колесо как колесо снимал я показывать не буду естественно под домкратил все вот вот сам шкив коленвала вот он чтобы снять шкив нужно для начала снять с него вот эти вот два ремня вот этот ремень вот этот ремень это ремень привода генератора а вот этот ремень это ремень привода гидроусилителя руля вот как видите на кондиционер уже ремня нет видимо этот ремень был подобран этот ремень был подобран чтобы кондиционер отключить был отключен ну видимо он не работает или просто не заправлен и чтобы его зря не гонять человек взял и переставил сюда укороченный ремень то есть подобрал вот вот такой шкив с такими болтиками я еще не видел ну видимо отдельно приворачивается сейчас попробуем сначала снять шкив ремень вот современ снять его так немножко забрасываю потому что гидроусилителя руля не видно было чтобы он ослаблялся и начинаю проворачивать по ходу коленвал за ключом на 19 то есть головка на 19 попробую сделать одеваем на шкив головку на 19 здесь конце трещотка вот она трещотка вот вот эта трещотка и прокручиваем теперь вот сюда сверху вот ремень я его одной рукой забрасываю помогаю себе рук не хватает коленкой и вот так вот вращаю это чтобы снять ремень вот он видите как слазит вот он слазит потому что нету нечем мне его оставить а ремень этот не родной вот начинаю дальше проворачивать вот ремень стих высылается в них теперь имеют следствия вот он висит вот я его снимаю с шкива вот теперь должен приступить ко второму ремню чтобы вторыми снять нужно ослабить генератор явно расслабляется в руководах деле от расслабляется там ну а слаблю говорим включил Вот он генератор Нужно ослабить и нижний болт Попробую показать Вот этот нижний болт И там наверху натяжной болт тоже ослабить нужно И тогда я скину ремень Снимать и ослаблять возможности нет Поэтому покажу потом Нижний болт я ослабил ключом на 14 А вот этот верхний болт сложно подлезть Но он на 12 Сейчас попытаюсь ослабить Вот таким вот длинным ключом Потому что коротким туда не подлезть Длинным ключом на 12 И накидным длинным ключом Все-таки я потихоньку ослабил Теперь идет все от руки Теперь нужно генератор подвинуть Ремень ослаблит и я скину ремень Вот он генератор подвинут Ремень я ослабил Опа! И сейчас попробую его снять Вот он Вот он видите какой слабый Вот он Одной рукой Аккуратненько Вот он Я его снял Все это сделали для того чтобы добраться до датчика коленвала Вот здесь вот Вот здесь вот может быть видно Такие провода Сейчас я подсвечу туда Опа! Не знаю насколько видно Вон там он провода Вон они Это они за коленвалом прячутся Покажу Вот он болт коленвала сорван Идет от руки Болт шкива коленвала Вот я его снял Вот он такой Здесь вот как мы видим Шпонка Место под шпонку Попробуем снимать От руки не идет Ну придется вот здесь Отверточкой подковырнуть Должен пойти Пришлось открутить вот эти вот четыре болта Потому что шкив когда снимается Выпирается в кузов И чтобы он Не уперся А слез Мне пришлось откручивать вот эти четыре болта Хотя первый раз Такой шкив попадается на то я Обычно все держится на одном болту Вот на этом на центральном Вот Откручивать как бы Не очень Было Комфортно Потому что Закручены плотно И начинаешь крутить эти болты А крутится весь шкив Поэтому В какой-то болт в один упирается Ключ Упирается вот сюда Ну и естественно откручивается Сейчас-то они сорваны Сейчас они идут легко Опа! Вот он Вот он и слетел весь Шкив слетел А нам нужно Нам нужно заглянуть Вот под этот кожух Потому что дача коленвала Стоит там Вот тут уже видать кто-то На него заглядывал Вон видите там Мусор Вот он мусор То есть от старого датчика коленвала Кожух валяется Вот она кожух этот Так это у нас что? Это у нас Шайбочка Не знаю для чего Разберемся А это Вот он Мусор Который был там Внутри Хорошо что разобрал я его Ну будем смотреть Будем смотреть Что же это такое Сломанный датчик Коленвала Старый Кожух в нем И вот эти вот Шайба Для чего она Это держит ремень Эта шайба Держит ремень Чтоб он не соскакивал Ладно Вот Открутил болтик Который держит Датчик коленвала Немножко неудобно Вот без такой Маленькой головки На 10 Ну практически Невозможно открутить Сейчас попробую Вытащить сам датчик Попробуем Не очень-то вылазит Пальцем если Пошел 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 Вытащил Вот он датчик 5Е 5Е Датчик Нарисован Ну ладно Посмотрим Что за датчик Вот Датчик Который я сейчас Вытащил Вот он А вот Датчик Который здесь стоял Эту железку Я вытащил Перед этим Ну то есть Кожух Написано 5Е 28 05 То есть Не 4Е Двигатель 4Е Может быть Датчики Одинаковые Вот здесь Тут еще соединение Проводное Есть Сейчас еще Попробую Проверить И здесь Соединение Вот у меня Есть подозрение Что здесь Они были Плохо Соединены Поэтому Машина Плохо Работала Пока Все Буду Рассоединять Потом Покажу Сейчас Попытаюсь Из двух Датчиков Как бы Считается Сломный Этот Целый Удлинить Мне надо Провод Маленько Я от этого Отрежу И сюда Удлиню Он экранированный Попробуем Видите Аккуратненько Сейчас буду Раскрывать Вот этот экранированный Чехол А потом Попробую Его заделать Вот видите Разобрал я Кожух Там внутри Такая золотиночка Тоненькая И Как бы Не доверяя Что она Вдруг может Порваться Оголенный провод Внутри Идет По всей длине Так что Если что Вот эти Части Можно соединить Вот с этими Вот Вот с этими А здесь Вокруг Обмотать Обыкновенную Изоленту Золотинку И замотать Изолентой Сейчас попробую Так и сделать Провода Зачищены Соединяем их Белый с белым Опять же Должно тщательно Завязывировать Между собой Обязательно Контакт Должен быть Очень хорошим Потому что Из-за Плохого Контакта Может Происходить Сбой В работе Двигателя Были сомнения Взял Пошел Плоскогубцы Еще раз Протянул Заизолировал Теперь бы сюда Конечно Не помешала Золотинка Сейчас Посмотрим Дома Есть Нету Ничего Кроме Как От банки От банки Подсековой Путевого Не нашел Решил Сделать экран Принадлежащего Банки Подсековой Посмотрим Сейчас Что получится Так Сейчас Даже не знаю Как лучше Сделать Первый раз Такой экран Делаю Ну Попробую Все-таки Должен работать Все-таки Это металл Вот И еще Мотаю Изолентой Эту банку Кусок Так сказать Банки Мне же Главное Проверить Если Все будет Отлично Я Постараюсь Все это Тщательнее Заэкранировать Лучше Конечно Была Шоколадка Какая-нибудь Алюминиевая Штучка Но нету На данный момент Вот Есть Пепси Колы Вот смотрите Вот это Место установки Вот Датчик Туда-сюда Ходит Надо обязательно Будет Продуть Продуть Сжатым Воздухом Ну как